Сволочь! Ну на сих пор! Я не тебе перезвоню! Кто у нас овёт? Мама! Нет, не на меня, на каракан. Нет, а такие ничего не знают. Или узнают. Тебе сам перезвонил, откуда? У президента украли ядерный чемоданчик. Теперь судьба всего мира зависит от простых людей, из народа, которых свёл в одной квартире его величество случай. Герой апокалиптической комедии – десятиклассник, офицер, актриса, спортсменка, репортер газеты «Скандалисима» Росомоновец. 25-й театральный сезон в театре «Витражи» стартовал спектаклем по пьесе известного писателя, знаменитого современного драматурга Юрия Полякова. Во-первых, это самый новый спектакль у нас из последних спектаклей, то есть самый молодой спектакль. Во-вторых, это всё-таки комедия, и мы хотим, чтобы этот сезон прошёл на такой позитивной волне, и надеемся, что он у нас будет удачным. 7 ноября мы этот спектакль показываем в Москве, на фестивале как раз пьесы Юрия Михайловича Полякова. Видео-арт, оформленный в гротескном сюрреалистическом стиле, подчёркивает абсурдность происходящего на сцене. Он сочетает в себе необычные шаржи и помогает раскрыть задумку спектакля. Костюмы актёров подчёркивают индивидуальность и характер персонажа. Световое оформление добавляет акценты. Простой в определённых вещах, но по атмосфере этого нам удалось добиться. Чемоданчик – это серьёзная работа. То есть можно и отдохнуть, и посмеяться в волю, и в то же время вынести что-то такое, что останется как послевкусие у вас, как зрителя. Это очень важно. Спектакль «Чемоданчик» можно будет посмотреть 1 и 4 ноября в Самарском художественном театре «Витражи». Новый сезон порадует зрителей постановками «Миллиард», «Беспреданница», «Чайка», «Ромео» и «Джульетта». Елена Малютина, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин